Мы не ставим перед собой никакой другой цели, как быть лидером экономики Пермского края. Социально ориентированный бизнес – путь к развитию территории края. Уже не первый год городские власти активно сотрудничают с компанией «Лукойл Пермнефтьорксинтез». Основные результаты взаимодействия с одним из крупнейших налогоплательщиков региона, а также перспективы развития предприятия, обсудили в рамках очередного пленарного заседания Пермской городской думы. Сегодня от развития промышленности и крупных таких гигантов, конечно, зависят доходные источники и, конечно же, наши социальные обязательства, которые сегодня так или иначе, во-первых, возрастают, потому что мы реализуем национальные проекты и губернаторские инициативы, а во-вторых, мы все готовимся к главному юбилею, юбилею города Перми. Понятно, что максимальное количество объектов, конечно, надо привести к этому празднику в порядок. Целый блок вопросов состоявшегося заседания был посвящен изменениям правил землепользования и застройки. В частности, в соответствии с региональным инвестпроектом в поселке Новые Леды планируется реконструкция и оптимизация производственных площадей предприятия «Протон Пермские моторы», в связи с чем развивать здесь планируют и социальную инфраструктуру. Подразумевается реконструкция и строительство новой школы, больницы, также культурно-развлекательного центра с бассейном, также затронуто перемещение и строительство нового фермерского рынка, обустройство парков. Изменения правил землепользования коснутся и Кировского района. Здесь планируется оборудовать новую лыжно-роллерную трассу. Очень любимый жителями объект – это лыжная база Прикамье. В этом году закончен там ремонт, сейчас идут работы по подготовке и закончилась разработка проекта, идут работы по подключению газовой котельной. Ну и, конечно, в будущем, уже в трехлетнем бюджете, заложены средства на проектирование и строительство освещенной лыжно-роллерной трассы. Что касается вопроса по расширению кладбища около микрорайона Налимиха, то здесь, по словам депутатов, жителям переживать не стоит. Расширения не будет. Захоронения там уже давно приостановлены. Екатерина Рухтина, Иван Худяков, Ветта-24.